Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi 14T Pro, стоимостью на данный момент примерно 750 долларов. Со стоимостью наличия можете знакомиться в описании к этому видео. Это версия 12 512, есть еще версия на терабайт, она будет чуть дороже. Так, в цвете Titan Blue. Все они называются Titan, как бы, да, закос под iPhone 15, iPhone 16, титановый корпус, но тут в корпусе используется не титан, а алюминий, определенного качества, очень хорошо отшлифован, и он действительно вот похожий рамки, как у iPhone, но это мы чуть позже посмотрим. По комплектации, да, видим, что коробка, в принципе, не маленькая, то есть как будто выглядит, что блок для зарядки тут должен быть, но на самом деле видим, что комплектация минимальное устройство, блока для зарядки нет, хотя, вроде как, места для них есть, вот, непонятно. То же самое, что и у Xiaomi обычного, это 14T. Тут большой конверт, в этом большом конверте скрепка для сим-слота, Type-C кабель USB-A на Type-C, дальше документация, и чехольчик в комплекте, такой вот черный, достаточно стильный, как для стандартного чехла, очень неплохой, вот так вот он выглядит, давайте его пока в сторону, и посмотрим, как он будет выглядеть на устройстве. Вот, Xiaomi 14T Pro, Leica Optica у нас, оптический зум устройства 2.8X без потери качества, 2.8X немного на самом деле, тогда как есть уже там трёхкратные, пятикратные и десятикратные даже оптические зумы у некоторых устройств, ну, это про флагманы, тут у нас, в принципе, ну, по стоимости, да, вот, почти-почти флагман, да, по стоимости, чуть дешевле он будет, чем там Galaxy S24, условно, вот, но в Galaxy S24, я так понимаю, там точно есть трёхкратный оптический зум, но не уверен, так, тут 2.8 оптический зум, дальше у нас, АИ у нас есть, искусственный интеллект, ну, в принципе, всё то же, что мы уже видели, от гугла можно обводить пальцем, можно там удалять что-то из фотографий, процессор MediaTek Dimensity 9300+, процессор у нас этот, и 144 Гц дисплей, 120 Вт поддержка зарядки, то есть можно смело покупать вообще чуть ли не максимальный блок для зарядки, и 50 Вт поддержка беспроводной зарядки, очень неплохо, вот, по зарядке эти показатели. Так, откроем устройство, вот такой вот синий титан, синий титан цвет, как по мне, самый интересный мне показался, среди доступных цветов, вот, и вот такие вот у него рамки, шлифованный металл, ну, выглядит вот как на айфоне, там, айфоне 15-м, ну, это не титан, это обычный металл, алюминий. Сзади стекло, ну, и спереди тоже стекло защитное, справа кнопка включения кнопки игровки громкости, снизу Type-C, и слот для сим-карточек, также динамик. Так, разблокируем. Достаточно тонкие рамки устройства, такие же, как и у обычного 14, диагональ экрана 6,67 дюйма. Давайте посмотрим на этот чехольчик. Ну, я так понимаю, он во всех цветовых вариациях будет именно таким, черным. Так что-то он не особо хочет залазить. Ну, попробуем вот так вот сначала. Такой еле-еле налазит, на самом деле, на устройство. О, все, налез. Ну, выпирает чуть-чуть над корпусом, над экраном, что хорошо. То есть, можно без проблем его так вставить. И камеры тоже защищает. Над камерами он тоже немножко выпирает. Ну, хороший. Все прорези идеально, как для стандартного чехла, очень-очень неплохой. Так. О, все. Тройная камера, вспышка. Вот, HyperOS Xiaomi система. О, телефоне HyperOS версии 1.0.7. Android 14, 144 Гц экран. Очень все плавно, очень все быстро. Ну, тут все стандартно. Так вот выглядит верхняя менюшка. Уведомления закрыли. Так. Рабочий стол. Экран яркость. Яркость сделаем максимальная. 4000 нит. Пиковая яркость. У устройства. Запустим. Бенчмарки. Так. Процессор MediaTek Dimensity 93.0. 93.0.0. 93.0.0+. Видеоускрытель. Mali-G720 Immortalis MC12. В общем, мощное железо. Классные результаты в бенчмарках. В видеоскрытеле я вообще, возможно, такого даже никогда раньше не видел. Такие вот прям результаты. По процессору тут тоже топовый результат показывает. Xiaomi. По Antutu бенчмарку смотрим. 1 миллион 876 тысяч. Это, наверное, самое мощное устройство, которое вообще было у меня на обзоре. Я вот думаю, 2 миллиона вроде никто не набирал. Вот это вот самое мощное. Тут, наверное, не знаю, рейтинг подгрузится или нет. Помню, что он не подгружается почему-то в Antutu бенчмарке. Да, оно просит какую-то новую версию. Хотя мы вроде в этой же версии и делали. Да, оно перезапускает бенчмарк. Странно. Так, ну, в общем, мощное-мощное устройство. Давайте посмотрим, как в PUBG Mobile. У нас все будет. Увидите игровой процесс. Так, подгрузился PUBG. Давайте посмотрим. Графика, кстати, по умолчанию стоит на низком уровне. Но мы тут можем выставить все на максимальной настройке. Но это в лобби. Но они поддерживаются. Вот максимальная плавность. Очень-очень плавно работает PUBG Mobile. Ну, в принципе, то, что и ожидается на смартфоне за такую стоимость. То есть, по сути, да, флагманская стоимость. То есть, Galaxy S24 будет чуть-чуть дороже. Так, давайте перейдем в камеру. Так, вот дополнительное меню. АИ-камера. Можем включить-выключить. Для того, чтобы фотки обрабатывались. Вот это вот. Ну, кому как больше нравится. Обработанное, не обработанное. Есть профи-режим. Видео, фото. Так, вот у нас есть 2.6. А, 2.6 тут оптический зум без потери качества. Не 2.8. Я вроде 2.8 сказал. Максимальный зум устройства 30x цифровой. Есть разные режимы портретов. Ну, в общем, очень функциональная камера. И по двойное видео есть замедление панорама. Режим режиссера. Ну, все очень-очень неплохо по возможностям камеры. Так, по видео. В HDR мы можем записывать 4K 30fps. Без HDR. Это то, что я сделал ошибку в обзоре на обычный 14T. С выключенным HDR. И обычный 14T пишет 4K 60fps. Тут тоже. Тут и 8K пишется 30fps. 8K даже пишет. Но не 60, но 30. без HDR с HDR только 4K 30fps. Вот так вот. По видео. Так. Сейчас покажу вам примеры снимков на камеру этого устройства. Выведу их на экран. Вот, в целом, отличное устройство. То есть, одно из самых мощных, как я сейчас понимаю, на рынке. С искусственным интеллектом. Но, да, по стоимости это вот почти как флагман. То есть, он совсем немножко дешевле, чем, например, обычный Xiaomi 14. Или Galaxy S24. Но тут плюс того, что тут версии, да, сразу идут от 512 гигабайт встроенной памяти. То есть, очень хорошая конфигурация оперативки встроенной памяти. Минус всех смартфонов, всех флагманов. Это отсутствие нормальной комплектации. То есть, вам нормальный блок сюда еще докупить. Это будет, ну, как минимум еще 20-30 долларов. Если оригинальный Xiaomi блок на 120 ватт, чтобы полностью использовать беспроводную... Полностью использовать возможности зарядки. То, да, такой блок там в районе 30 долларов, я думаю, будет стоить. Вот, так что сразу докидываем к этому устройству. Но, зато хоть комплектация не минимальная, есть чехол. Вот, в общем, плюсы. И по внешности мне он, в принципе, нравится. Как бы, да, тут стандарт, но приятные материалы корпуса, приятная шлифовка металла. Вот, хороший очень экран, мощный. Ну, вот, да, минусы. Это цена почти флагманская и комплектация. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.